Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы всё-таки проболтались вам, проговорились о том, что египетские портреты неспроста делались одноглазыми. Ну, то есть, это не совсем так хорошо сказано одноглазыми. Вот на этом изображении, на картиночке, показана фотография великого произведения искусства в человеческой культуре, так его именно воспринимают и позиционируют, бюсти великой Нефертити. Ну, собственно говоря, о самой-то Нефертити не так уж многое известно. Вот мы говорим «великая», но, по крайней мере, бюст считается великим. Так нам повезло, в прошлый раз мы про это случайное, в общем-то, достаточное совпадение в истории Египта, что длительный отрезок истории Египта, вот правление двух сменявших друг друга фараонов, мужа Нефертити Эхнатона и её, как это правильно сказать, зятя, зятя Тутанхамона, он в археологическом плане оказался очень хорошо, так сказать, прописан. Много археологических находок, они так последовательно связаны, и кое-какие папиры все расшифрованы. Вот, повезло. Вот мне бы хотелось очень важно заметить, что вообще для египтологов находка такого портрета очень важна, потому что мы видим, что этот портрет сделан именно при жизни. То есть пока вот была и не доделан уже после смерти, кому был посвящен этот портрет. Почему один глаз, вот я хочу вам напомнить. Один глаз, потому что иначе душа могла просто выйти из человека и вселиться в новую оболочку. Вот это, представляете, если вот тысячи портретов делали с Нефертити, то есть вот тысячи на разных оболочек душа могла пройти, и это было бы достаточно неприятно. Да, это вот такая была теория. С чем-то она перекликается вот с какими-то такими вот каббалистическими воззрениями. Сейчас вот есть такая наука, ее называют люди, так сказать, каббала. И, наверное, отдаленные корни этой каббалы, две буквы Б, каббала, они восходят еще к египетской, так сказать, традиции, в каком-то маленькой своей толике вот оттуда это взято. Так вот, значит, вот почему-то такой выбор сделан именно в пользу левого глаза. Вот через левый глаз душа входит и выходит, да, когда это нужно. А вот сейчас я вам попробую поставить опыт маленький. На себе вы можете каждый сам на себе это поставить. Значит, есть у меня два глаза, к счастью. Оба они видят. Ну, те, у кого один глаз не видят, так опыт поставить не смогут. Вот те, у кого два глаза, они смогут поставить опыт. Сейчас я возьму, вот палец у меня есть, и глядя на вам прямо в глаза, то есть глядя прямо в камеру, я вот постараюсь навести на камеру палец. Вот я его навел в палец, и вот перевод и проверяю. Вот вы-то видите, что он у меня навелся, вот соединяет правый глаз с камерой на эту линию я вывел. Я, как и большинство других людей, пишущих буквами, у меня ведущий правый глаз. А вот у большинства египтян ведущим был левый глаз. Почему я так уверенно об этом говорю? Дело в том, что вот это вот правый и левый глази в наше время распространено по-разному среди разных народов. Все определяется тем, как они пишут. Пишут ли они алфавитным письмом, буквами, фонетическим письмом. Там, где каждая буковка, ну, в принципе, обозначает один звук. Ну, в сочетании с другими буквами там она еще дополнительная. То есть такое вот буквенное письмо, буквы. И есть народы, которые, так же, как и египтяне, продолжают писать иероглифами. Например, китайцы. Например, китайцы, японцы, корейцы. И вот среди этих народов большинство как раз имеет ведущий левый глаз. Это не значит, что они там левши, например. Это вот в наших краях среди левшей, левоглазия, вот левый ведущий глаз распространено несколько больше, чем через среди, так сказать, правшей. Ну, просто левшей у нас просто мало, вот по каким-то причинам вот так у них проявляется. То есть это некий у нас, ну, выход за рамки вот такого вот среднего стандарта. И это не значит, что это плохо. Это, наоборот, даже где-то, где-то даже хорошо. Вы знаете, наверное, если бы не один случай, если бы не один случай, то вся история человечества выглядела совершенно по-другому. Вот посмотрите, какие прекрасные лица вот изображались у египтян, да? Вот какая у прекрасно утончённая Нефертити. Какие у них были достаточно, ну, такие современные отношения между людьми, да? Вот женщин уважали, уважали. Причём не просто уважали, а и в материальном плане женщина была в Египте очень хорошо обеспечена. То есть просто так муж с ней развестись не мог. Да. И после смерти она получала часть, хорошую часть наследства. После смерти мужа, разумеется. Да, после смерти мужа. А вот после своей смерти она, ну, в каком-то смысле даже обожествлялась. Муж, например, вот если, ну, вдовец, обдавевший мужчина, если у него в жизни могли получаться какие-то вот, ну, неприятности. Он с молитвой обращался к усопшей жене. Он ей, значит, посылал в гробницу, значит, письма на папирусе. Он говорил, что я тебя всю жизнь любил, я тебе, значит, дарил подарки. Я не так, как другие люди моего круга. Не заводил себе наложницы. Я всё тебе, всё в дом. Никому в другой дом подарков не носил. Всё к тебе носил. А вот сейчас-то вот ты умерла, я тебя по всем правилам похоронил. А что ж теперь вот как-то вот... Ну, какая-то у него там обида была, да? Они-то между собой знали, да? Она на том свете, и он на этом знали, что у него там за обида. Вот, да, из папируса непонятно, что же. Но он к ней как к божеству обращался, да? Это, по-моему, даже уникальное, в общем-то говоря, для всех других культур, даже, ну, в том числе и те, где почитают усопших предков, усопших родственников, к ним обращаются с молитвами, это, ну, достаточно распространено. В том числе и у нас, вот, в русской православной традиции, ну, которая, наверное, ещё от языческих наших корней этого наследовала. Ну, как-то вот почитание предков есть. Ну, конечно, им писем не пишут. Ну, очень важно ещё заметить, вот, о месте женщины в обществе, это то, что на портретах групповых женщины изображается равный, как бы, по размеру и росту мужчинам, а иногда в некоторых случаях даже выше, когда там, ну, там, хозяйка дома, которая принимает пир, или царица. Ну, да, это имеется в виду рядом с мужчиной, если на с мужем, с мужем, там, фараон и его супруга, например, да? То есть они, ну, в естественных пропорциях изображены. У них, как и у современного человека, мужчины были несколько крупнее, чем женщины. Вот такая вот у нас есть половая дивергенция. Вот. Ну, всё в пропорциях. А вот когда хотели показать вот это вот господина, этого подчинённой, ну, там по колено этого подчинённого рисовали в сравнении с господином там. Или вот эта госпожа, это её, эти самые, так сказать, служанки. Тоже, так сказать, такие мелкие, подчеркнуто, уменьшенные, значит, черты были. Вот. Такое вот тонкое искусство. И вообще вот я, многие люди не прекращают восхищаться, удивляться культуре Египта, вот тому, что для нас дошло. Благодаря трудам египтологов всё больше и больше удаётся расшифровать текстов, вот, египетских. Мы не говорим с вами сейчас о случае вот том, который мог перевернуть бы историю. Да, но мы вот о случае, который перевернул историю. Вот надо же такому случиться. Где-то в человеческой популяции так получилось, что большая часть этой популяции оказалась не так, как египтяне с ведущим левым глазом, а так, как мы, как французы, евреи, турки, татары, с ведущим правым глазом. Вот у нас он главнее, этот правый глаз. Что это такое значит? Это значит вот что такое. У нас в голове два полушария. Два полушария у нас в голове, правая и левая. Сейчас я вам покажу соответствующую картиночку. Вот она, картинка. Это полушария головного мозга. Вот они сбоку, правда, показаны. Есть смысл нам перевернуть несколько голов и посмотреть на неё снизу вверх. Вот тут. Чем-то это мне напоминает раскрытый грецкий орех, правда? Так, очень такая вот невинная картинка. Ведь мы художник, у меня такое впечатление, цветовую гамму, по крайней мере, брал, впечатлялся, разгрызя грецкий орех. Так вот, два полушария. Эти полушарии, как оказалось на данный момент, могут достаточно независимо друг от друга существовать. В случае повреждения одного полушария, часть функции переходит к другому полушарию. Но оказалось, что некоторые функции закреплены, жёстко закреплены за полушариями. Например, правое полушарие ведает обработкой оптического, скажем так, сигнала, я так вот, как вот, по-технически говорю, да, который идёт на неё с левого глаза. А левое полушарие – обработкой сигнала, идущего с правого глаза. Значит, что такое, значит, человек, у которого ведущий правый глаз? Это тот, у которого, собственно говоря, правый глаз – это вот орган, воспринимающий, значит, свет, да? Вот ведущим является левое полушарие, которое с ним связано. А вот у египтянина ведущим было правое полушарие. Вот такие вот функции, вот за ним очевидно закреплены, причём анатомически, анатомически закреплены, потому что нервные окончания, связующие глаза, значит, с оболочками головного мозга, они вот так вот крест-накрест связаны, пересекаются. Ну, вот так уж получилось. Так природа устроена. Так вот, в функции правого полушария входит ещё одна замечательная вещь – обработка входной информации. Ну, например, звуки речи. С одной стороны, это вроде бы шум, правда? Ну, шум, не всегда внятное, не всегда внятное бормотание. И вот правое полушарие, оно вот преобразует эти звуки речи в какой-то вот, ну, осмысливаемый нами сигнал. Как это преобразуется, я, честно говоря, не знаю. И, значит, механизм этого преобразования, я думаю, честно, что едва ли кто знает. Ну, это вот, этим занимается правое полушарие. У тех лиц, которые вот перед вами сидят, у которых ведущий правый глаз, за принятие решения, за обдумывание той информации, которую вот предварительно обработал правое полушарие, отвечает левое полушарие. У нас эти функции приема, значит, ну, как бы окошко в канцелярии, это правое полушарие, через него, значит, там приносят какие-то бумаги, какая-то информация приходит, а левое полушарие уже принимает решение, что рассмотрела бумаги и, значит, поставила резолюцию свою на них. Вот. Вот так вот происходит. Разорвана эта цепочка связи. А вот лица, вот ой, какие-то необыкновенные люди, у которых ведущий глаз левый. У них ведущие главные полушария в мозгу, это правые, то самое, которое, как бы это, по-моему, такая система одного окошка, да, вот пришел человек в одно окошко что-нибудь оформлять, и вот в одном окошке ему все это оформляют. Такая сейчас придумана новая в администрации система такая вот для, значит, для пользы избирателей. Вот так вот это сделано. И вот это приводит к таким вот творческим взлетам, да. Я всегда вот радуюсь, когда встречаю такого человека с ведущим левым глазом. Он всегда какой-то такой вот, ну, не такой, как я. Он такой вот, ну, как сказать-то вот, что-то такое поэтическое в нем. У него как-то вот красиво все видит, ему с ним приятно разговаривать, он все понимает с полусловом, какой-то не такой. И, кстати, его легче обмануть, между прочим. Вот это, конечно, для него, наверное, в жизни минус, и поэтому никакая-то не совсем удачная вот в наших краях личная жизнь. Ну, видимо, вот такая необычность, она утомляет окружающих людей отсюда, и не совсем удачная личная жизнь. Такая-то, это яркие личности очень. Видимо, такими личностями были и египтяне. И такими яркими личностями, отделенными от нас стеной языковой, значит, языковым барьером, скажем так, являются китайцы, корейцы, японцы. Вот люди, пишущие до сих пор иероглифами. Носители своих культур, они значительно отделяются от европейской культуры, согласитесь. Очень сильно отделяются вот эти вот люди, пишущие иероглифами. Причем, очень любопытно, лица вот с таким вот ведущим левым глазом, живущие в наших краях, значит, наши соотечественники, они очень часто, среди них встречаются так называемые люди с абсолютной грамотностью. Вот он, когда этот человек с абсолютной грамотностью читает какое-нибудь слово, не видит в нем ошибку. То есть, он сразу видит ошибку. У нас, у правоглазых это не так. Во-первых, мы действительно пишем с ошибками, трудно находим ошибки. И самое интересное, я вот однажды, ну, сам на себе, значит, проверил, это, ну, в общем-то, шутка, да, прикол. Текст, в котором в словах абсолютно во всех перепутаны местами буквы, переставлено несколько букв местами. То есть, ну, совершенно неправильно написано. Но если на него так вот не въедаться в это, вот то, что буквки переставлено местами, то спокойно все это фильтруется, воспринимается в читаемый текст, в понятный текст. Мы не замечаем при чтении вот этих вот ошибок. Вот мне не приходилось преподавать у китайцев, простите, у японцев или корейцев, Ну, вот у настоящих живых китайцев, которые приехали учиться в Россию, значит, он еще плохо говорит по-русски, ну, почти никак. Но в написанном неправильно слове на доске он сразу видит ошибку. Вот это вот его, так сказать, бич, наверное. Ну, потому что он слово воспринимает как единое целое. Да. Не как набор букв, а как единое целое. Вот этот вот человек с ведущим правым полушарием, то есть ведущий левый глаз, он воспринимает все, что не воспринимает, как целое, как единое целое. Вот китаец воспринимает иероглиф, слово как иероглиф, как единое целое. Он любые события, явления не разделяет на детали, он все вместе. Тут и любовь, и измена, и деловые отношения, вот если есть между какими-то людьми, да. Это все вместе, все в совокупности. Для него это вот как-то вот, у них свой какой-то подход, своя философия вот восточная, да, вот так вот мы их называем. Восток дело тонкое, такие слова. Правда, они сказаны были неприменительно вот к Дальнему Востоку, да, в фильме том знаменитом «Белое солнце пустыни», а вот к нашему Востоку, так сказать, к Среднему Востоку, за Каспийскому, по-моему, там, да, или при Каспийскому, что ли. Вот, Востоку. Вот такие вот дела с Востоком происходят. Вот. И вот так уж получилось, что в одной не очень большой части человеческой популяции, жившей в ту пору в Средиземном море, в ту пору, когда все люди мыслили, в основном, с ведущим были правым полушарием, все культурное человечество-то было вот такое, в тоненькой полосочке вдоль Средиземного моря возникли совершенно уникальные условия. Понимаете, как? Скалистый берег, и между скалистым берегом и линией прибоя, как говорится, есть узкая платформа достаточно. Ну, узкая платформа, ну, в смысле таком, в географическом узкой. Там вот Ливан, знаете, такое замечательное государство, Ливан, Сирия, вот этот вот район. Район, который греки назвали Финикия. От слова, значит, они, ну, я боюсь, что неправильно говорю по-древнегречески, но они вот называли Фиником, называли Бога, как бы сказать, утренней зари. То есть Финикия – это, по-нашему говоря, страна восходящего солнца. Как вот Япония – страна восходящего солнца, вот, да, для нас. Так вот, значит, в Средиземноморье солнце появлялось из-за Финикийского берега, да, вот оттуда, из Финикии. И вот в этой Финикии жил народ, который из-за вот этих вот стены каменной, которая его окружала. Попасть туда, кстати, можно было несколькими путями, дорогами, которые проходили, ну, вот, одна из дорог, одна из самых удобных, самая удобная дорога ввела через вершину горы. То есть надо было перебраться туда, вот, по самой удобной дороге через вершину горы. Она хоть была более-менее широкая. Была другая дорога, где пройти надо было боком. То есть, представляете, что вот армии, так сказать, агрессора туда проникнуть боком, боком, бочком, бочком было очень тяжело. То есть они были вот, ну, таким вот путем защищены от окружающего мира. Ну, хотя их так навещали иногда там, и египтяне в те места попадали, но вот так боком-боком много туда не пройдешь. Сами понимаете, что если в целое государство пройти можно только через одну дверь боком-боком, то даже очень слабое государство себя может защитить. Ну, вот, однако, мне хотелось бы сказать, что, может быть, их редко навещали, зато сами финикийцы фактически навещали все страны и города, которые стояли около морей или каких-то вот водоемов больших, имеющих связь с морем, они навещали их очень часто. Это финикийцы были мореплавателями, и они первые были люди, кто придумал такое понятие коммерция. Они не торговали зачастую своими товарами, они закупали товар в одном городе и привозили его в другой. В тот городе не было такого товара, и там продавали. Это для того времени, ну, это был революционный шаг, он, наверное, сейчас как изобретение, может быть, компьютера даже сильнее, потому что это были совершенно другие люди по понятиям. Это были совершенно другие люди, имевшие совершенно дикую по нашим понятиям психологию. Почему? Потому что они были достаточно жестокими, хотя сами себя жестокими, естественно, не считали. Они поклонялись богам, зачастую заимствованным, у вавилонян иногда, иногда у египтян. Когда они были в Египте, они ходили в египетский храм, когда они были где-то вот в другой стороне, они ходили местным богам поклоняться. Но египтяне некоторых богов взяли в себе в пантеон финикийских. Однако финикийцы, они приносили жертвы. Причем жертвы они приносили не взрослых людей, а детей. Это вот стоял такой огромный храм, в нем была огромная железная голова бога, и она... Ну, как металлическая, да. И в необходимый день года, когда, иногда это несколько раз в году было, голова раскалялась, и туда кидали маленьких детей, младенцев. И вот, представляете, такое... И причем не 10, и не 15, а и 300, и 500 могли кинуть младенцев. Не обо каких, то есть не у всех мы еще возьмем, а только самых лучших детей. То есть там был целый ажиотаж, целый наплыв, когда как-то один из финикийских городов осаждала вражеская армия. По-моему, греки, если не ошибаюсь. Это были римляне в Третью финическую войну. А, римляне уже, да. Так вот, принесено в жертву. Причем зачастую в детских книжках, ну и в книжках для юношек, финикийцев пытаются оправдывать. Потому что народ был таким очень, ну, удивительным по-нашему, не были мореплавателями. И как-то, ну вот, и забирали на учение. Нет, вот историки говорят, что они их жгли, вот делали из них, как бы, вот такое нехорошее дело. И этим они разительно отличались от египтян. Египтяне предпочитали иметь с ними исключительно деловые контакты. Ну и, естественно, конечно, финикийцы недостаточно успешно обводили египтян вокруг пальца. Да, обдурить, конечно. Если кто помнит чудный фильм Ежи Ковалеровича «Фараон», или как по-польску говорят «Фараон». Да, вот там, значит, тоже вот эти вот зловредные финикийские купцы, финикийские жрецы обходят молодого царевича, дурят ему голову, кружат ему голову красавица-жрица финикийская. Ну, вот всё как положено. Причём вот эта вот вся их такая странность была сделана тем, что они отличались от египтян антропологически. Ну, в смысле полушарности. Да, полушарности. И они, кстати говоря, чем ещё знаменито, почему авторы детских книжек в советское время так вот, значит, заступались за финикийцев. Они не только были великими мореплавателями, ну, и не только по тем временам, кстати, великими мореплавателями, вообще великими мореплавателями, но они ещё и были изобретателями алфавита. Вот они придумали алфавит, а в алфавите, как и было принято, вообще у всех тогда народов не было букв для обозначения гласных звуков. Это, кстати, привело к очень далеко идущим последствиям, кстати говоря. Ну, в греческом, в латинском алфавите есть уже буквы для обозначения гласных звуков, а вот у них их не было. Вот они были изобретатели первого алфавита. Но, тем не менее, это был алфавит. И все другие народы, которые их окружали в тех местах, все народы, которые были так же, как и финикийцы, с ведущим правым глазом, то есть с ведущим левым полушарием, вот отличались они так же, как мы отличаемся от китайцев. Заведите себе приятеля китайца и вот посмотрите, как вы с ним друг от друга отличаетесь. Вот, ну, в общем-то, на самом деле, китайцы, он в чём-то очень лучше нас в моральном отношении. Вот, восприятие мира как-то интереснее, по крайней мере. Я уж не буду говорить, что вот лучше, а то скажут, вот там, сеет национальную рознь, да, вот китайцы лучше, а мы хуже, да. Вот. Не в этом смысле. Все хороши по-своему, понимаете? Ну, вот другие, разные. А в ту пору это очень сильно сказывалось. Были несколько народов, ассирийцы, древние евреи, греки и финикийцы. Вот это первые народы, которые попали на арену мирового, так сказать, развития. И они сразу все заимствовали у финикийцев алфавит, для того, чтобы им записывать свои знаки, речь, свою записывать букву. Они просто заимствовали. Некоторые, как евреи и греки, его переделали на свой лад. Ассирийцы, по-моему, просто использовали финикийский алфавит, и всё. Ну, в те времена, те вот ассирийцы тех времён. Вот такие вот вещи происходили. Очень многие негативные вещи в истории человечества, которые, наверное, и, как бы сказать, да нет, даже не только в моральном, но и в историческом, в плане исторического прогресса. Я вот как человек, выросший на Карле Марксе, привык верить в исторический прогресс. Вот переход от одной экономической формации к другой. Да, вот такие вот слова. Так вот, вот они создали менее продвинутую экономическую формацию. Вот эти люди с левым полушарием ведущим, чем была у египтян. Они создали классическое рабство, когда человек лишается своих атрибутов человечности. Он перестаётся восприниматься окружающим, как человек, заслуживающий, ну, сожаление за то, что он, значит, не свободен. Потому что рабство бывает двух видов. Рабство бывает семейное рабство, когда раб воспринимается как член семьи, младший член семьи. Патриархальное, и рабство вот такое, классическое рабство. Это очень важное различие. То рабство, которое мы знаем, значит, по временам первых христиан, Рим, Египет, простите, Греция, вот это вот там, где раб не считался человеком. Потому что, например, если в начале Древней Руси было патриархальное рабство, очень сильно распространено, то оно потом потихоньку выродилось в классическое. Да, вот мой коллега классическим рабством называет наше вот это вот классическое крепостное право, когда крестьян можно было купить на рынке, продать на рынке. Причем не только землевладелец мог купить и продать, а просто, в общем-то, были случаи, когда купцы покупали для того, чтобы они работали на их крупных мануфактурах. Вот купцы Демидовы, они же не были дворянами, не были помещиками, не были землевладельцами, владельцами земли, к которым были бы прикреплены, то есть закрепощены крестьяне. То есть вообще вот даже в этом плане вот слово крепостное право, оно уже неприменимо было к тем рабам, которые вывозили на рынке. Вернемся к классическому рабству. Да, вот к тем классическим временам. Вот, к сожалению, они вот такое дело сделали. К ним, кстати говоря, окружающие относились очень плохо, особенно вот к финикийцам. А сирийцы тоже как-то слывут в истории с самыми, наверное, жестокими завоевателями, с самыми вот такими вот, так сказать, зверскими обычаями в ведении войны. Вот, ну, не хочу, так сказать, оморачать ваше настроение всеми этими живописаниями их зверств. Но вот финикийцы на этой узенькой полосочке удержались. К ним же не проникнешь, не попадешь. Вот это они были защищены от всего. Кстати говоря, в Библии этот народ называются как хананяне. Хананяне. Ну, вот не выговоришь сразу вот с первой попытки, но вот их называли хананяне. И, значит, сведений об этих хананянах достаточно мало, то есть о финикийцах. Собственных их источников, ну, как-то, в общем-то, и нет. Кроме там какой-нибудь надписи, посвященной какой-нибудь богине, типа вот такие вот посвящения. Ничего вот так вот вникнуть в их жизнь особенно не удается. Особенно не удается. Хотя отдельные вот тексты от них все-таки дошли. Как-то добрались до нас. Ну, очень коротенькие. Значит, римляне о них очень много говорили и негативно говорили. Значит, они описывали вот эту процедуру празднования, посвященную богу солнца. У них бог солнца назывался Ваал, а сам этот праздник назывался Молоха. Этот праздник происходил в полночь. Ну, римские послы все немножко перепутали. Вот они, так сказать, Молохом назвали эту саму вот эту скульптуру бронзовую Ваала, которая приносила жертва. Ну, кто как опишет. Вот у Флабера есть очень яркое описание. Флабер, Саламбо, французский писатель. Есть у него такой романтический роман из истории Карфагена. Называется он, так сказать, Саламбо. И там описывается вот это жертвоприношение Ваалу. Там он изображен, как вот некая такая печка с двумя лапами, как у снегоуборочной машины, которая забрасывает в печь детей. Там, значит, в огне они погибают, плавится, вытекает и шипит на поддоне там сажир. Ну, это, наверное, Флабер все-таки придумал. Ну, хотя по мотивам, так сказать, римских авторов. Другая схема такая, что вроде как детей кладут на протянутые руки этого божества над огнем. И они, значит, вот в этом пламени опять же погибают, сгорают. Ну, говорят, что вообще сначала финикийцы давали им какой-то определенный настой, ну, что-то типа мака. Что-то типа мака, чтобы они спали, да? Чтобы они спали, и зачастую передозировка такой вещи могла привести в смерть. Ну, я думаю, что это просто говорят те, кто пытается думать, как бы он сам бы сжег ребенка на костре. Вот я так не придумываю, поэтому я просто рассказываю то, что рассказывают про финикийцев. И вообще те, кто за финикийцев заступался, ну, как же, все-таки это вот носители прогресса. А они, это все как говорили, ну, римляне кто-то, они с ними воевали. А это была просто антикарфагенская пропаганда, антифиникийская пропаганда. Больше ничего. Евреи с ними конфликтовали. Вот в Библии евреи про финикийцев, то есть про хананян пишут плохо. Они же, говорит, намекают, они же ведь евреи-то, они там и истребили этих самых хананян, да? Вот по Библии согласны, да? То есть вот там вот в восточном Средиземноморье оно вот от этого народа было очищено вот стараниями тех, так сказать, древних евреев, пришедших в Палестину из египетского пленения. Вот такая вот, значит, вся череда событий. Но археология и великая наука удалось раскопать источния, удалось на раскопках вот найти места, где приносилось в жертву, в жертвоприношение производилось. И вот эти вот результаты жертвоприношения, пепел с обгоревшими детскими косточками, младенческими косточками, значит, хранилось в специальных сосудах. Ну, в общем, все совпало. То есть не было сомнений, что действительно вот они жгли детей. Человеческие жертвоприношения, между прочим, у таких вот исторических народов, у народов принятых в истории, очень мало распространены. И если и случались когда-то, то носили эпизодический характер. То есть, если вы помните, во времена Владимира Красное Солнышко, согласно летописям нашим, значит, у него была попытка ввести культ Бога Солнца, по-моему, тоже, да? Перуна. А, Богу Грома и Молнии. Богу Брома и Молнии. Перуна, Богу Войны. И даже была попытка организовать принесение ему человеческих жертв. Ну, вот как-то это привело к негативным последствиям политическим. Ну, хотя вот некоторые, говорят люди, которые занимаются там исследованием древних русских культов, они глубоко заступаются и говорят, что не было такого, что это потом там уже было, как говорили Владимира. Понятно. Ну, все скрыто, запелено веков. То есть, оговорили Владимира христиане и сделали его своим святым. Да. В общем, здорово, да. Это очень характерно, да. Христиане не такие. Сначала оговорят, потом святые произведут. Это редкие, это обычные случаи, да? Ну, вот. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела применительно к этой, значит, публике. К этой публике это такие, как мы, у которых правый глаз ведущий. Значит, лишний раз сам в себе повторю, а вам объясню, как это делается. Вот нахожу я где-нибудь, желательно, скажем, на фоне, например, окна яркого, да? Ярко освещенное окно, ну, снаружи свет попадает. А линия, так сказать, переплета его рассекающая, например, очень удобно с непривычки. Глазками двумя на него смотрите, так вот, преданно-преданно. И выводите на него, ну, пальчик, ручку, палочку, линеечку, что хотите. Вот раз, и надо проверять дальше. Значит, закрывай левый глаз. О, пальчик мой закрывает камеру. Я вас не вижу. Правый глаз закрываю, пальчик убегает в сторону от камеры. Вот так открывает ее, да? Вот так вот. Вот тот глаз, который остается вот на, значит, на том направлении, на каком нужно, он является ведущим. Вот так вот. А вот о финикийцам еще была очень интересная история. Мне связано с самой интересной, пожалуй, в Египте исторической личностью женщины. Это царица Хаджипсут. А, да. Вот эта самая, она, женщина, это единственная женщина-фараон. Женщина-фараон. То есть она не была, она была женой фараона, но после смерти своего мужа, а некоторые говорят, в последние годы жизни мужа, оттеснила от престола сына мужа от другого брака своего пасынка и сама стала править. Она иногда одевала женское платье, иногда мужское, носила накладную бороду и на портретах ее рисовали такое миловидное женское личико с накладной мужской бородой и в красивой египетской короне. Женщина, царица Хаджипсут, была необыкновенно умна. Она возглавляла несколько больших походов, удачных походов военных. Она отправила финикийцев, вот, кстати, не египтян, а финикийцев в плаванье вокруг Африки. Вот кто говорит, по Красному морю туда, в сторону Сомали. Ну, говорят, кто доплыл, а кто говорит, что и не было такой экспедиции. Но вообще ученые склонны верить, что все-таки была отправлена эта экспедиция. Ну, по крайней мере, достоверно известно, что эта экспедиция добралась до страны, которую называли египтяне Пунт. Сейчас думают, что это примерно территория Сомали. И в этом пункте эти, значит, посланные египетской царицей люди, ну, там были финикийцы, наверное, с ними все-таки был какой-нибудь чиновник из Египта. Они, значит, сказали им, объяснили местным, вот, вашим властителем является фараон Хаджипсут. Я не знаю, как это сказать правильно, объяснили им, давайте ей быстро, так сказать, дары. И они, значит, с богатыми дарами оттуда вернулись. Вот такая у них была история. Еще очень важно заметить, что Хаджипсут, она развивала культуру искусства древнего Египта. У нее говорят, что главный архитектор того времени, ее приближенный, был ее любовником, который возводил ей... У них говорят так, он был ее фаворитом. Фаворитом. Ну, вообще... Грубо там не говорят. Да, возлюбленным он не был. Кстати говоря, обратите внимание, вот чем-то ее биография напоминает биографию Екатерины Великой. Правда, да? Ну, да. Отстранила... Мужа, не пустила... Императора от власти. Не пустила наследника на трон. Кстати говоря, тут наследник тоже, так же, как и наследник Екатерины, взошел на трон после смерти Хаджипсута. И постарался все, что она сделала. И постарался везде ее имя рубить. Кстати, вот полюбуйтесь, вот это вот коленопреклоненное создание, вот так вот гордо правильно держит спинку, это вот как раз царица Хаджипсута, а ее благословляет некий там египетский бог Гор, по-моему, да? Вот он ее благословляет. Она, значит, так вот... Изображена, как видите, в мужском костюме. Но без бороды. Но в мужском. Но без бороды, но в мужском, не в платье. А вот это ее погребальный комплекс. Ее тоже был шикарный построен комплекс. Наверное, после вот этих вот пирамид, это самое достопримечательное погребальное сооружение. Тут, можно сказать так, циклопическая лестница туда ведущая. Вот это сам центр этого зоупокойного мемориального комплекса, скажем так. Видите, вот большущие колоннады шикарные, испепеляющие белое солнце. Египетской пустыни тут вот все это освещает. Вот. Это вот такая вот царица Харшипсуд, которая частью своей славы действительно обязана финикийцам. Финикийцы, кстати, не старались вот кому-то вот привить свою какую-то вот власть, да. Никого не стремились завоевывать. Они говорили, как вот такая песенка была, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Да, вот они вот как раз старались все купить. Быть полезными всем старались. Они могли быть полезными. Все-таки великие мореплаватели, как тут ни крути, вот такие вот вещи. Ну вот так вот повернулась история человечества, понимаете? Вот благодаря вот этому вот маленькому фрагменту географическому территории, на которой сумела развиться цивилизация принципиально других людей. Вот этих вот людей, которые развелись до состояния очень могущественного в экономическом, в торговом, финансовом отношении, с одной стороны, а с другой достаточно высоко поднялись в культурном отношении, чтобы другие народы с ведущим правым глазом восприняли от них письмо, их письменность. То есть их своя, вот так сказать, письменность. Значит, в чем отличие финикийцев от египтян и вообще левополушарных людей от правополушарных людей? Левополушарные люди склонны раскладывать все по полочкам. Они не рассматривают все целиком. Это, наверное, минус. Это, наверное, минус, хоть мы об этом и говорили. Когда видишь все целиком, это здорово и хорошо, не надо раскладывать. А вот когда раскладываешь по полочкам, слишком много полок-то у нас ведь нет в голове. Вот, ну, пять, ну, шесть, ну, семь полочек, понимаете, вот. А больше уже перегруз. Мы все, тем не менее, не сможем охватить. Ну, вот, удел правополушарных писать иероглифами. Самые замечательные всякие, значит, картинки, вещи. Ну, давайте полюбуемся на картинке. Рассказ по картинкам теперь это называется. Это первый класс средней школы, да. Вот, вот иероглифические надписи на обелиски древнеегипетском. Кстати, эти древнеегипетские обелиски очень были популярны у римлян. Они их развезли, эти египетские обелиски. Ну, просто оттуда выламывались, вынимались, извлекались. И расставляли, и в Риме они стояли такого рода обелиски, и в Константинополе, ну, и везде, где вот были богатые римляне, везде они старались такие обелиски поставить. Очень популярна вообще была египетская технология производства папируса. Папирус делался из уникального вот такого вот тростника или камыша, я уж не знаю, как лучше его назвать, но вот из папируса он делался. И вот он вот такой, что не нужно так же... Производство папируса гораздо проще, чем производство бумаги. Вот удается вот, раскатывая, расплющивая тростник, накладывая его слоями друг на друга, там, видимо, проклеивая, удается получать вот некое бумагоподобное вещество. Кстати, его можно легко купить в книжных магазинах, у нас у них иногда продаются закладки, но публику привозят из Египта его. Папируса можно смыть. Если хороший папирус, то можно смыть и заново написать. Если хороший папирус и плохие чернила, то можно смыть. Хорошие чернила, наверное, едва ли смоешь. Но вот, наверное, мы бы ничего не узнали о Древней Египте и вообще о финикийцах. А, вообще о египтянах. Да, о египтянах и о финикийцах, и вообще, если бы ни одно великое имя. А, подождите-ка, всё-таки вы немножко преувеличиваете, ничего бы не узнали, а как же вот эти вот циклопические сооружения, которые египтяне после себя оставили, хотя бы те же самые пирамиды. Это, кстати, единственное из семи чудес света, которое дошло до нас. То есть мы бы о них знали, но знали бы так же, как знали вот в 16-17 веках. Про Египет знали, и про Египет рассказывали всякие байки. Например. Например, всё, что угодно. Значит, тексты египетские были известны, папирусы были известны. Их пытались, значит, расшифровывать. Как? Вот берётся какой-нибудь учёный с попыткой их расшифровать, смотрит. Там картинки. Он говорит, это ребус. Это так же, как вот ребус. Не знаю, был ли уже в 16 веке известен этот ребус. Я как-то его всегда очень сложно понимал в детстве. Смысл там такой. От каждой цепочки картинок, из каждой картинки берётся там 2-3 первых буквы слова. Вот как мы на русском языке это делали. А потом вставляется какая-то надпись. Например, нарисовано веник, кий, пятью шесть, крест, топор, колумб. И написано буква «Б». Ещё вот такой вот. Попробуйте расшифровать. Оказывается, тут надо очень быстро всё произнести, и получится «великий путешественник» Христофор Колумб. Вот только что для буквы «Б» ничего не нашлось. Вот так вот. Веник, кий. Ну вот так вот примерно воспринимали. И по-всякому читали, трактовали. Единственный был успех. Вот до того человека, который считается создателем египтологии, науки о Египте, Франсуа Шампольона. А успех был какой до этого? А до этого был единственный успех. Что в Дании датские вот эти вот египтологи, с позволения сказать, они всегда вот египтологии, науки вот не было. Вот те, кто смотрел на папируса внимательно, они высказали предположение о том, что вот там есть некоторые слова, обведённые такой вот рамочкой. Называется, так сказать, «картуш» это у типографов. Так же это и в Дании назвали. Что это, говорит, наверное, в рамочку обведено имя фараона. Потому что они там вот, ну, при одном и том же фараоне, там одни и те же слова в этой рамочке, понимаете, да? Одно и тот же набор символов. Вот это, говорит, наверное, имя фараона, скорее всего. Поэтому очень интересно и смешно смотреть в Пушкинском, например, музее слово «гардероб», обведённое вот в такую рамочку, как у фараона. Ну, вот именно эта картуша и помогла впоследствии шифровать египетские иероглифы. Ну, давайте закончим рассказ по картинкам. У нас картинки есть, мы вам всё-таки про них кое-чего расскажем и покажем. Так, вот это вот, так вот это атрибутируется. Это, говорит, изображение фараона или, говорит, изображение бога. Вот такой вот обломочек, какого-то бога египетского. А вот этот вот набор, так, из твёрдого камня, очень тяжело обрабатываемого, соответственно, очень хорошо сохраняемого, изготовленных портретов фараонов, это, значит, культовый объект. Он хранится в гробнице, в месте погребения, и в него вселяется душа. Если вот мумия разрушится окончательно, мыши съедят, я не знаю, там, сгниёт. А вот тогда душа его, один из элементов души, Ка, вот он вселится вот в этот двойник и будет там ждать конца света. Вот он там будет вот ждать. Вот это вот вместилище души, Ка, вот эти вот многочисленные вот. А вот это вот просто парный портрет, но парный портрет уже усопших властителей, значит. Кстати, это не властители, это, так сказать, частные люди в этом плане, так сказать, жрецы. Это жрец со своей женой, жрецою, красавицей. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова